Транспондер Транспондер представляет собой приемо-передающее устройство, которое дает возможность безостановочного проезда на пунктах взимания платы на участках платных дорог. В легковых автомобилях транспондер устанавливается в районе зеркала заднего вида на лобовое стекло. Крепится при помощи двухстороннего скотча на специальные ножки. Из-за небольших размеров он практически невидим за зеркалом заднего вида. Работать с транспондером можно через приложение в вашем телефоне или через сайт в личном кабинете. Но мы рассмотрим приложение для андроида. Перед началом использования вам нужно зарегистрировать ваше устройство, а для полного доступа ко всем услугам вам нужно персонифицировать ваш транспондер и подключить услугу интероперабельности для проезда по всем платным дорогам. На главном экране в приложении мы видим общие данные. Для пополнения счета нажимаем иконку с кошельком. Здесь мы можем привязать банковскую карту, включить автоплатеж или пополнить баланс, вписав имейл для получения чека об операции пополнения. Также здесь отображается текущий баланс и количество накопленных баллов. Нажав сюда мы переходим в историю начислений и списаний денежных средств. Ниже мы видим конки с доступными скидками на проезд. Нажав кнопку «Как накопить», мы переходим в условия программы лояльности и здесь можно узнать, за что начисляются баллы. Ниже находится кнопка абонементов. Нажав надпись «Как использовать», мы переходим в условия приобретения и использования абонементов. Нажимаем «Подобрать абонемент». Далее из списка, в моем случае это один, транспондер, выбираем нужный нам транспондер. Выбираем класс авто и нажимаем «Продолжить». И нашему взору предстает список абонементов. С количеством поездок, на какой срок, на каком участке дороги действуют и цена каждого абонемента. На любой вкус и цвет, как говорится. Ниже есть кнопка, по которой можно оплатить задолженность за проезд под скаду. Далее следует кнопка расчета стоимости проезда. Здесь мы можем указать пункт, из которого мы хотим выехать, например, Москва. И пункт, до которого мы планируем доехать по платной дороге. Например, Ростов. Вот, загрузилась карта, загрузилась стоимость маршрута, в нашем случае 964 рубля 75 копеек, а также километраж и время в пути на данном участке. А сейчас действует скидка 15% на проезд с транспондером. Сдвинув сторону, мы узнаем стоимость проезда без транспондера. Это 1135 рублей. Слева внизу находится календарь, в котором мы можем обозначить дату и время планируемой поездки. От времени будет зависеть и стоимость. Стоимость нашего проезда. В правом углу нужно выбрать класс вашего авто, на котором планируется поездка. Легковое, либо грузовое авто. От выбора этих параметров будет зависеть конечная стоимость проезда. В самом низу главного экрана находятся окна новостей Автодора. Нажав на интересующую у вас новость, вы перейдете на сайт Автодора с данной новостью. В правом верхнем углу находится кнопка меню. Здесь можно перейти в свой лицевой счет, посмотреть историю платежей, историю списаний. Также можно посмотреть действующую скидку и количество баллов. Посмотреть действующий или приобрести новый абонемент. Взглянуть на список устройств, если у вас несколько транспондеров. В дополнительных услугах информация об аренде транспондера, если вы его взяли в аренду. Также можно купить билет для проезда под скаду. В тарифах можно узнать стоимость проезда на определенных участках. В разное время суток, в разные дни недели, для разных классов авто. С транспондером и без транспондера. Нажав на карту, можно увидеть все участки платных дорог Автодора. В настройках уведомлений можно выставить интересующие нас пуш-уведомления, которые будут приходить к нам на телефон. Чат предназначен для общения с оператором. В обратной связи можно написать письмо, либо позвонить в круглосуточную поддержку Автодора. В рубрике информации вы найдете остальные вопросы, которые могут возникнуть при использовании транспондера и в поездках по платным дорогам. Внизу также есть кнопка вызова экстренной помощи. В правом верхнем углу есть настройки. Здесь можно выбрать язык и тему приложения. Например, темную тему. В выборе языка есть русский и английский языки. А вот так выглядит проезд через пункт взимания платы с транспондером, для которого выделены отдельные полосы для проезда. Звуковые сигналы звучат в подтверждении разрешения проезда и его завершений. Светофор загорается зеленым светом и шлагбаум поднимается. Из плюсов проезда с транспондером это безостановочный проезд пунктов взимания оплаты на скорости 20-30 км в час. Вы проезжаете эти участки дешевле на 15% без всех скидок. И вам не придется выкидывать потом кучу бумажных чеков, которые вам дают, если вы будете проезжать без транспондера. Бывают дни с огромными очередями для оплаты проезда без транспондера. Поэтому выгода очевидна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте про колокольчик. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok